Новый год праздник волшебный. Все плохое забывается, остаются только добрые мысли и дела. Впрочем, для человека верующего это состояние души неизменно. В эти дни православные постом и молитвой готовятся к встрече одного из своих главных праздников. С рождественскими песнопениями пришли в Дом престарелых забота во Владикавказе и Детский дом надежда в Дурдуре монахини Алланского Богоявленского женского монастыря. С собой привезли подарки и даже Деда Мороза и Снегурочку. Репортаж Илона Мирденовой. Им давно не вручали подарки Дед Мороз и Снегурочка. Многие признаются, гости привезли с собой воспоминания о детстве. В роли снежной красавицы послушница Алланского Богоявленского женского монастыря Ксения. В наряде Деда Мороза трудник обители. Насельники монастыря поздравляют пожилых людей с наступающим Новым годом и Рождеством. К тем, кому здоровье не позволило собраться вместе со всеми в актовом зале, заходят в комнаты. Помнись, храни вас Господь. Нателла Габарашвили в доме престарелых живет вместе с супругом. Оба уже давно не встают с постели. Но Нателла находит силы сделать гостям ответный подарок. Фотография с сестрами у новогодней елки. Эту встречу пожилые люди будут вспоминать еще долго. Мы, проживающие здесь, скажем откровенно, не избалованы вниманием. И вот когда к нам кто приходит, это для нас поистине большой праздник и большая радость. Воспитанники детского дома «Надежда» в Дурдуре гостей ждали с самого утра. Одни мечтали о нательном крестике, другие спросить совета, как правильно молиться, чтобы самые сокровенные желания сбылись. Я хочу загадать в этом желание, чтобы ко мне приехали из родных. В детском доме 60 воспитанников. Не все из детей сироты. Поэтому так важно, когда рядом есть человек, которому можно тепло обратиться – сестра. Так устроен человек, что он в канун Нового года, в канун Рождества, великих праздников, он ждет чуда, преображения своей жизни. И мне кажется, что чудо, оно заключается в том, чтобы принести в эти праздники радость как можно большему количеству людей вокруг себя. Подарки и сладости на втором месте. Главный смысл таких встреч для ребят – возможность почувствовать себя нужными и любимыми, научиться верить в чудо. Если духовного внутреннего состояния нет нормального, то материальные блага из человека человека не сделают. Практически у нас в детском доме нет ни одного ребенка, который был бы не крещен, кроме тех, которые вот недавно только к нам приехали. Рождество по традиции считается временем исполнения заветных желаний. Стать на время волшебником по силам каждому. Чудо всегда вернется бумерангам. Илона Мерденова, Артур Габуаев, Вести, Алания. Илона Мерденова, Артур Габуаев.